Год назад наш профсоюз, который объединяет всех нефтяников и газовиков Российской Федерации, это миллион двести тысяч членов профсоюза, избрали меня председателем. Основной вид нашей деятельности это все нефтяные компании России, это газовые компании, это строители, которые связаны с нефтегазовым бизнесом. И у нас есть еще небольшая часть химиков, которые связаны с нефтехимией. Тот съезд, который меня избирал, он также определил, чем те задачи, которые мы должны выполнять. Приоритетные задачи это социально-экономические вопросы. Это вопросы оплаты труда работников, это вопросы социального обеспечения, это вопросы тех коллективных договоров, которые заключаются между работодателем и членами нашего профсоюза. Следующий блок вопросов это охрана труда. Это охрана труда, промышленная безопасность, экологическая безопасность, где перед профсоюзом поставлена задача активного участия. И наша цель, чтобы не только достойный труд был, но и труд был безопасен, и чтобы все работники, выходя на работу, были уверены, что они вернутся живые, здоровые, обратно в свои семьи. Следующий круг вопросов это молодежная политика, информационная политика, взаимодействие с властью. У нас есть два таких, как мы говорим, профильных министерства, с кем мы общаемся. Это Министерство труда и Министерство энергетики Российской Федерации. Это взаимодействие с Государственной Думой. В Государственной Думе есть комитет по энергетике, где мы ведем активную работу с депутатами, которые принимают законодательные акты в отношении всего государства. Но нас в первую очередь, конечно, интересуют те вопросы, которые касаются нефтяников, газовиков. Мы понимаем, что идет смена технологий, технологического режима. И там, где раньше работало 30 человек, сегодня работает 10 человек. Меняется оборудование. Значит, оборудование более емкое в качестве образования, в качестве технологий. И здесь вопросы, две темы. Что необходимо, чтобы наши сотрудники соответствовали этому оборудованию в формате своих знаний и в формате своей квалификации. И сегодня в Российской Федерации идет переформатирование аттестации рабочих мест. Значит, мы разрабатываем паспорта рабочих мест. Значит, мы разрабатываем профстандарты. Значит, и впереди у нас целая такая эпопея, глобальная эпопея, когда наши работники под новые профстандарты будут сдавать экзамены. Значит, могут они соответствовать этому рабочему месту или не оба. Это здесь два фактора. Нужно его обучить, прежде чем требовать с него. А те, кто будет высвобождаться, необходимо находить им рабочие места. Необходима определенная диверсификация производства, чтобы, значит, понятно, что люди будут освобождаться, но они не должны терять право на труд. Значит, наша задача максимальное участие в тех вопросах, которые касаются как охраны труда, как, значит, профессиональных стандартов. Мы входим в комиссии по разработке спорта стандартов. Значит, мой заместитель Владислав Зотов, значит, он назначен или избран, потому что там состав избирается, руководителем апелляционной комиссии. Это те работники, которые будут не согласны с их аттестацией. Они будут иметь право заявить, значит, апелляцию. И руководитель комиссии по апелляции сегодня является зампредседателя опроса Союза. Значит, вопрос, который касается законодательства, мы входим в экспертные советы при Думе, Государственной Думе. Мы входим в экспертные советы при Министерстве труда и при Министерстве энергетики. И в формате, когда обсуждается тема каких-то изменений или законодательных актов, или когда предложения бизнеса или власти не соответствуют тому видению, как это и видят профсоюзы, у нас на сегодняшний день есть возможность на уровне экспертных советов, когда это только предлагается еще, уже влиять и объяснять свою позицию. Потому что, когда это превращается в законодательный акт, уже очень трудно на уровне Государственной Думы доказывать, значит, гораздо эффективнее доказывать и объяснять, когда это разрабатывается. Можно вкладывать здесь в международную салендарность несколько факторов. Значит, первый фактор, ну, который самый показательный, это когда что-то произошло, и мы, значит, выражаем, объективно выражаем мнение, что мы с этим не согласны. Не согласны с решением власти или не согласны с решением работодателей. Это когда это решение, эта власть или этот работодатель получает от огромного числа, значит, профсоюзов по всему миру, то для конкретного работодателя, потому что он является физическим лицом тоже, как человек, ему не совсем комфортно и удобно, когда с его мнением или с его позицией так много, значит, объективно организации не согласны. Это влияет, это очень влияет на принятое решение. Но я бы вкладывал вот то, что мы сегодня работаем и с Норвежским профсоюзом, и с профсоюзом Турции, другие факторы. Значит, у нас с Норвежским профсоюзом есть общий фактор традиционного развития. Мы работаем на северных территориях. Норвежские нефтяники тоже работают на северных территориях. У них есть больше опыт работы на шельфах, где мы только идем в разработку на шельфах. У нас есть больше опыт работы на севере. У нас ежегодно, значит, в нефтяной газовой промышленности погибает от 40 до 60 человек. Это официальные данные. Значит, это очень плохо. Значит, и порядка 80-90% этих несчастных случаев – это человеческий фактор. Как повысить квалификацию, как повысить ответственность за охрану труда? Значит, какие факторы включить, чтобы преломить эту ситуацию? Значит, вот норвежские нефтяники, они показывают, там, на протяжении десятков лет нулевой травматизм. У нас здесь есть чего учиться. И мы в этом плане заинтересованы получить вот этот фактор, значит, знания по охране труда, значит, по отношению к охране труда, чтобы эти вопросы внедрять у себя. Потому что функции контроля охраны труда мы выполняем. Значит, эти функции наказания у нас тоже работают, да? Каждый, кто виновен, значит, там, и все остальное прочее. Но этого мало. Значит, должны быть какие-то еще факторы должны быть, чтобы, значит, улучшить эту ситуацию. С турецким профсоюзом, значит, у нас тоже интересные отношения. И я здесь вкладываю несколько таких вещей. Значит, мы должны взаимодействовать. Потому что нужно понимать, что такое нефть и газ. Вот, чтобы нефть и газ получить, нужно, значит, провести разведку, недр. Значит, приложить усилия, деньги, труд, да? Значит, когда нашел месторождение нефти и газа, нужно его разработать. Нужно туда поставить оборудование. Нужно обеспечить его добычу. Добычу, очистку, подготовку. Потом, учитывая, что у нас страна огромная, огромная территория, и чтобы вот газ от России дошел до границы с Турцией, это 3,5-4 тысячи километров. Это его нужно протранспортировать, доставить его до Турции. Через Турцию он должен куда-то еще идти. Турецкий профсоюз работает с работодателем. И они в чем-то могут не договориться. И они, чтобы повлиять на своего работодателя, могут объявить забастовку. По сути, они перекрывают весь результат деятельности, которую мы своими работниками достигли. Потому что вот этот продукт, он же наш общий. Мы его предоставили, но он дальше не работает. Получается, когда Турецкий профсоюз будет решать свои вопросы, своего характера, он по сути подставляет всех наших работников, те 300 тысяч работников «Газпрома», которые обеспечили поставку газа до Турции. До Турции он же дошел. И мы обсуждаем вопросы. Я говорю, коллеги, я не против. Профсоюз должен доказывать. И сильнейший фактор доказательства своей работы – это забастовка. Да, это правильно. Но когда вы это будете делать, вы нам хотя бы что-то про это говорите. Чтобы мы могли через своего работодателя влиять. И на вашего работодателя в том числе. Потому что так нельзя. Когда одни работают, а другие, решая свой вопрос, лишают, по сути, работы нас. И вот здесь как раз вопрос не только что о наших взаимоотношениях. Вот здесь мы видим вопрос работы индустриал. Здесь должна быть работа индустриал. Что мы понимаем, что у нас у всех есть свои интересы. Значит, эти интересы, которые касаются конкретного рабочего места. Оно может не касаться других рабочих мест или других стран. Но может косвенно влиять. И поэтому нужно взвешивать все-таки общие интересы. Что мы приобретаем и что мы теряем. Вот в ходе этого общения. Я считаю, что такие отношения должны быть выстроены. Они должны быть. Значит, мы должны как минимум знать, как максимум управлять этим. Хотя вот прийти к процедуре самих знаний. Значит, у нас общая история. Где-то у нас есть и общая ментальность, менталитет. Значит, у нас есть один русский язык, которым обладают практически все. Еще обладают, значит, эти страны. Хотя я вижу, что в большей степени молодежь уже все меньше знает русский язык. Больше, значит, английский язык. Значит, но так или иначе, та история, когда мы жили вместе в рамках одного государства. Значит, мы не можем от нее отказаться. И здесь у нас есть общая база законодательная. Отчасти где-то, да. У нас есть международные соглашения в рамках наших государств. Значит, мы говорим, когда мы обсуждаем законодательство, у нас в первую очередь есть трудовое законодательство. Законодательство о труде. Значит, и мы говорим о том, что наше законодательство о труде должно сближаться. Значит, это есть и межгосударственные соглашения. И формат сближения законодательства о труде каждому государству решается по-своему. Кто-то берет за основу опыт одних стран, кто-то вырабатывает свой, кто-то берет опыт общего постсоветского пространства. Вот здесь, пока, на этой площадке, я вижу, что каждый заявляет свою проблему. Эти проблемы есть. Как влиять на эти проблемы, я пока не вижу. У меня нет этих рычагов, ну или нет, наверное, моего личного понимания тех людей, кто рядом с нами. Как мы можем повлиять на ту проблему, которая есть в законодательстве Казахстана или Грузии, еще что-то. Что мы можем рекомендовать, и как эта рекомендация, поможет она или не поможет, может она влиять на принятие политических решений, законодательных решений в этих странах или не может. И здесь важно, нужно приобретать авторитет. Вот для того, чтобы с мнением считались, это мнение должно быть весомое, и это мнение должно быть авторитетным. И тогда, наверное, руководители или, как мы говорим, власть, эти государства, надо будет прислушиваться к мнению в целом профсоюза о том, что мы же не идем, как сказать, по пути разрушения государственности, мы не идем по пути противостояния. Мы в первую очередь ставим перед собой задачу формат диалога. Давайте все решать в формате переговоров. Ведь в формате переговоров, когда есть переговоры, это движение друг на встречу другу. Не бывает так, что в формате переговоров одна позиция непримиримая, вторая позиция непримиримая. Значит, ничего не произойдет. Только сближая позиции на переговорах, можно достичь успеха и получить какой-то результат. На сегодняшний день пока функция координатора у меня, она такая, она условно-организационная. Значит, вот мы сейчас будем проводить в Ереване первый наш такой форум совместный. И, возможно, в рамках этого форума мы выработаем те задачи, которые мы можем ставить перед собой, что мы можем делать вместе. Значит, пока что у нас таких конкретики нету в действии. Редактор субтитров А.Семкин